МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба отеля радиокомпании Гомель протягивает свою работу у эфиры. У студии працу Александр Гамоля. Добрый день. Смотрите в этом выпуске. 31-го снежня завершается пиреет параллельно развороту старых и новых банкнот. Усу ведь надыходящими святыми серьезных взмен у работе в больнице поликлиник не плануется. У зоопарку городского поселка Октябрьский Дед Мороз проводится подороже у свежевой природы. Отбылся матчи 1-й четвертой финала у розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболе. А зараз об этом и иншим. Больше подробязно. Национальный банк Республики Беларусь нагадывает, что 31-го снежня 2016 года завершается пиреет параллельно. Пиреет параллельно развороту старых и новых банкнот. Уже 1-го студента гроши узору 2000 года не будут принимать у крамок. Старые банкноты подлегают обмену до 2019 года у национальных и инших банках, а до 21-го – в уголовном финансовом ведомстве. В связи с надыходящими святами серьезных измен в работе организации оховы здоровья не плануется. Так, для больницы-поликлиник святошных график установлены на 1-е и 7-е студента. В обычном режиме установы оховы здоровья працуют у другого студента. По субботним графику пациентов будут принимать 31-го и 21-го студента. Дежурные измены приемных отделений у травматологичных пунктов, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усмотрены квалификованными специалистами. Милиция раят на новогоднее гуляние приходит загадя. В местах массовых отпорчинок усталюют мобильные турникеты, а проход будет ожитивляться прас-пропускные пункты после особистого догляда. Правооховники нагадывают, что оховные места не пропустят грамотян в стане алкогольного опьянения. Заборонено проносить с собой спиртные напои и петарды. Супрацовники Державтоинспекции будут працовать во узмоценном режиме до другого студента. Нарады ДАИ будут наближены до буйных крамов и рынков. Районных ёлок и инших местов массового знаходжения людей. На головной ёлце Гомеля супрацовники ДАИ будут дежурить и в новогоднюю ночь. Во установах культуры Гомельской области протягивается проведение новогодних ранешников, у некоторых что день проходит до 5-7 мероприемствов. Основная частка накеревана на дитячую аудиторию. Тетрализованные представления, спектакли ранешники – это только некоторые формы, которые выкористовывают установы культуры. При этом на новогодние святы многие плануют працовать без перепуток. А про этот год пожить разом детей и дорослых запрашают шматлики-аттракционы, которые организуются непосредственно на площах и в улицах городов. Тут можно не только сустреться с Дедом Морозом, а и набыть нечто корыстное на гандлёвых родах. Даже 31-го, все, кто не смогли за этот период в декабре сводить своих детей на новогодние утренники, 31-го есть такая возможность. И всё, что касается новогодних утренников для детей, они продлятся до конца каникул. Поэтому ни один ребёнок не должен остаться без внимания, без ёлки. У Гомель отбылась и новогодняя профсоюзная ёлка. У театра «Лялик» доброчинное свято объеднало больше, как 400 детей. Сярод запрошенных, маленькие жихары розных районов в области, у Тымлику, выхованцы детячих домов, шмадзетных и малозабеспеченных семьях. Разом с Дедом Морозом, Снягуркой, дети водили карагод в ахол Прыгажуни, Ёлки, приимали уделы в займальных конкурсах и гунях. Юным гостям пропоновали фотосессию и дискотеку с великими ростовыми ляльками. Затым их запросили на цекавую и повучальную новогоднюю каску. Для Гомельского областного объединения профсоюза у проведения доброчинных новогодних свято изъявляется традицией. Алоуная Мета – подары детям теплый нюк, лопат, незабывные уражения и святочный настрой. Мы всегда настроены на то, что в каждом трудовом коллективе поздравляют детей, в том числе первичные профсоюзные организации на различном уровне, на районном уровне, на областном уровне. Поэтому профсоюзы выделяют денежные средства для того, чтобы организовать детские утренники, чтобы порадовать детей и их родителей. Цекавое и повучальное профилактическое новогоднее мероприемство для детей провели супрацовники Гомельского городского отдела по надзвучайных ситуациях. В рамках республиканской акции «Беспечный Новый год» супрацовники МНС разом с юными вратовальниками нагадали гомельским школьникам об правилах поводзинов подчас святов. У приватности про небеспеку, якую могут нести пиротехничные выробы. Тематичная акция сопроводжалась с проведением конкурсов и гулям с уделом незвычайного Деда Мороза в пожарной форме. Так само организаторы мероприемства раздали детям профилактические буклеты с корыстной информацией, якую нельзя забывать и доросным. В преддверии Нового года хотелось бы в очередной раз напомнить о том, что пиротехнические изделия необходимо приближать только в специализированных магазинах, знакомиться с инструкцией по мерам эксплуатации и пожарной безопасности. С наступающим Новым годом, здоровья всем, счастья! В городским поселку Октябрьский до новогодних мероприемств долучился местный зоопарк. Подорожье с Дедом Морозом сяротых затычных живел оказалось настолько интересным, что заявки на удел сюда дослали на возникальных регионов России. Олег Синтеров наведал установу. Теперь уже тяжко выявить, но некогда Октябрьский зоопарк начинался за одного дека. Сегодня тут около 180 живел, больше 80 видов. Некогда, правда, на зиму пришлось перевести у теплой вольеры, но на видовичность новогоднего подорожья это не повплывало. Весь тут как, там Алтайский Майрал, а там Канадский Волк. Сейчас это не просто годованцы Октябрьского зоопарка. Разом с Дедом Морозом и Снягуркой я наперемаю все дело в новогоднем подорожье. Вот традиционную зимовую спяшку не лег на вот медведь. Работники зоопарка жартуют, коли кожный день смачная ежа у досадковой колькости. Кто от такого отмовится? Умовы утромани тут хоть и наближены до природных, але у сёшлики зоопарк далёко не дикий лес. Почас экскурсии Дед Мороз со Снягуркой расскажут про кожную живёлу. Коли планы реализуются, в наступном годе их кофе с доречи повинно повеличиться. В Минском зоопарке мы буквально на днях приобрели европейских ланей. Ну и в перспективе сейчас планируем приобрести пятнистого оленя в Могилёвском зоосаде. У новогоднего подорожье по зоопарку свои особливости. Да вольеру зусим близко не подыходит, доживём не докранаться. И не у яким рази не спробовать их кормить. Дед Мороз котиказочный, але за вакананием гэтых правил надзирая строго. Правда, дети особливых проблем не створают. Для их гэта перш за всё. Сустреча со светом живой природы и героями любимых мультфильмов. Мне очень понравились волк и медведь. Они очень классные и они очень умные. Мне больше понравились белочка и лисичка и кролики. А мне понравилась лиса, потому что она в каждом мультике участвует. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель», городский посёлок Октябрьский. Сегодня глядашоу программы «Добрый вечер, Гомель», чекая перецвяточная сустреча с оправдной клоунессой, якая обрала с собой имя Ирыска. Многие гомельчане знаёмы с этим горезливым персонажем. Подчас своих выступлений Ирыска дорыть радость, веселье и незабылное уражение и детям, и дорослым. На самой справе в костюме клоунессы выступает профессийный режиссёр Катярына Малашенко. Те лёгко ёй веселить людей, як глядзіць на сябе і жыцё профессийный клоун, з чаго складаюцца сакрэты майстерства. Про гэта і інша Катярына Малашенко расскажа подчасу стрэши з ведучим Сергеем Краснобородом у программе «Добрый вечер, Гомель» сёня ў 19.30 на телеканале «Беларусь-Шатыры». И а в спорте отбылся чвертьфинальные матчи розыгрышу Кубка Беларуси по мини-футболе. На гэту стадую турниру пробился тольк один коллектив з Гомеля – ВРЗ. У соперники вагона-будовникам достался столичный дорожник. Про заход сустрэши ведая Максим Савин. Двухматчевая серия почалася у Гомеля. Поміж сабой гуляли на дадзіны момент перша і трэця команды чемпіонату. Так што явного фаворита вызначыць було тяжка. Господары почали сустрэцшу більш активна, уже на перших хвилинах створывши некалькі небезпечных моментов. У галкіпера дорожника працы хапала. До сярэдзіны стартоваго тайма меншані прибавіли. Их контратаки стали більш худкими, і на 15-й хвилині гэта принесла плён. Юрій Діхтяренко помілился на выході, чим скористаўся Руслан Кіслюк. 0-1. На пошніх секундах першага тайма вагонобудовнікі могли зравняць лік, аднак мяч цудам не трапіў вороты меншан. Пасля перапынку Даша ўсё ж такі усміхнулася господарам. Семь секунд спотрэбілся ЛРЗ, каб забіць. 1-1. Опять наступили на те же грабли, что и в игре первого круга. На первой смене, на первой минуте пропускаем мяч. Тем более, что просил сконцентрироваться, особенно первой сменой отыграть. Ну, не получилось. До конца тайма господары доминовали на пляцовце и прикладали намаганник обвысти на перот. В недобрых моментов створы линя мало. Однак мяч у парта не лятел, створ воротал. А коли лятел, то галкипер был на месце. Так что лишь бы на табло не змянилися. Ничия 1-1. Выник, які задавали ў гостей, а лени господару. Ну, конечно, хотелось на своей площадке выиграть, но, тем не менее, есть второй матч, в котором будем стараться пройти в следующий раунд. Матч у отказа отбудется 8-го студеня у Минску. Финал Кубка Беларуси по мини-футболе приме Гомельский спорткомплекс «Локомотив». Уладальник трофея вызначится 22-го студеня. Максим Саин, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». Гэта и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.civergomel.by На гэтом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до сустречи у эфера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова